приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня мы с вами начинаем новый увлекательный процесс это набор от фирмы фрузилок это осенний венок буквально несколько дней назад на выставке head made expo хотя я понимаю что вы это видео посмотрите гораздо позже но когда я его снимаю выставка была несколько дней назад я его держала отшиты в руках я его рассматривала я показывала вам его в instagram и я очень хочу чтобы у меня тоже такой венок появился набор у меня есть так что нужно к нему приступать итак это у нас фирма фрузилок набор осень венок венок осенний да осенний серия венок в этой серии есть уже три венка зимний весенний и осенний у меня из них есть зимний и осенний зимний тоже в планах на этот год но я не знаю потому что большой этот венок он большой то есть на него вышивая только его но неделя уйдет как минимум я думаю что и гораздо больше чем неделя что у нас в наборе в наборе у нас цветная схема инструкция деревянная основа для вышивки четыре детали мулине dmc 39 цветов крейник органайзер фетр веревка и две иголки я снимала уже обзор на этот венок на этот набор поэтому как-то особо вникать и все это очень внимательно рассматривать мы с вами не будем верхнем правом углу сейчас выезжает ссылка где-то это видео у меня точно есть схему разработала наталья тервиш спасибо ей за это большое с обратной стороны мы видим ключ что тоже очень удобно можем посмотреть сколько значков какие значки давайте его с вами откроем и заглянем внутрь сколько здесь всего здесь непосредственно сама деревянная заготовка которая как обычно безумно вкусно пахнет посмотрите какие размеры вообще ну вот если вы так вот посмотреть две ладони очень большой конечно набор очень большая деревянная заготовка по-моему это наравне с фоном от маяка евгений колесников это будет самая большая заготовка которую деревянная имею ввиду которую я вышивала вообще в своей жизни может быть это даже больше чем тот фон ничего как-нибудь с вами справимся так здесь у нас фетр с двумя иголочками надо понимать для крестиков и для бисера у нас есть бисер нет у нас нет бисера значит здесь просто две иголочки да да две одинаковые иголочки фетр уже вырезанный идеального размера вот такая вот будет красота кстати даже вырезанный под вот эти вот дырочки здесь еще будут подвески нитки ой нитки так красиво всегда у фрузелка скручены мне всегда жалко вот это вот его расплетать смотрите какие классные осенние цвета коричневые какие-то голубые черные желтые оранжевые вообще прям очень классная гамма осенние два два органайзера у гуго у гуго я уже забыла давно я его открывала два органайзера с нитками листочки которые у нас будут выполнять функцию подвесочек классные веревочка на которую в общем-то это они и будут подвешиваться и два крейника даже написано какой это у нас номер крейника такой черный и коричневый открыточка что у меня сегодня все выпадает открыточка узелок и схема можете видеть схема инструкция что здесь как нужно делать рекомендации надо кстати почитать потому что здесь вот я смотрю крейником вышивается по серым оттенкам жука так это все нужно будет перечитать что не так просто жук жук конечно красавец очень реалистичный орехи грецкие желуди листочки дубовая рябина подсолнухи ну вообще очень классный он единственное что бэкстича море но зато красиво есть смысл потрудиться так что мы с вами приступаем буду вам показывать какие-то продвижения по этому венку или покажу вам сразу вышитый без бэкстича я думаю что посмотрю как я здесь буду делать или бэкстич будут делать параллельно потому что его много но посмотрим в общем-то мы с вами набор посмотрели я приступаю а там уже как будет с его отшивом складываться все это будем с вами смотреть я думаю что как обычно у нас вот это вот сторона это лицевая ну можно в общем-то и по рисунку посмотреть а где у нас такие прожженные следы это у нас всегда изнанка красота ну что через несколько секунд встретимся с вами уже с каким-то продвижением снова всем привет у меня прошло пять вышивальных дней и я готова вам показать как выглядит сейчас мой венок очень долго я его не вышивала после того как сняла вступительную часть к этому видео но потом просто однажды взяла его в руки и теперь я не могу остановиться вот как должен он выглядеть в будущем и вот как он выглядит у меня сейчас это мое продвижение за пять вышивальных дней конечно вы видите что бэкстича ему очень сильно не хватает особенно вот ягодки посмотрите какие они здесь не четкие непонятные вот как они будут в итоге я специально заполнила вот эту вот всю зону под подсолнухами для того чтобы по подсолнухам можно было теперь сделать бэкстич я думаю что тут по подсолнухам по ягодам давайте с вами посмотрим по ягодам вот здесь вот внизу пока не понятно потому что для того чтобы выполнять бэкстич на каком-то одном участке нужно же чтобы под этим участком также было выше то например я не могу делать бэкстич вот здесь по этому листочку да вот например вот вот здесь вот я не могу делать бэкстич потому что здесь будут крестики которые будут туда втыкаться бэкстич может тоже туда проваливаться короче это будет очень неудобно удобно уже когда есть и внизу что-то вышито это всегда процесс усложняет но вообще конечно мне очень нравится что получается сейчас я вам его показываю вот таком вот виде и возможно сегодня на подсолнухах сделаю бэкстич бэкстич здесь делается его очень много то есть там просто на это просто страшно смотреть но бэкстич здесь простой здесь всего лишь 310 в 1 в 2 сложения и 38 65 это будет только на жуке вот этот жук я уже кстати к нему почти добралась и вот этот вот светлый это даже видно эти светлые черточки это единственный не черный бэкстич в этой работе все остальное это просто черным я думаю что это будет не очень сложно хотя объем работы опять же повторюсь бэкстичем здесь без преувеличения просто огромный мои два органайзера я для удобства подписала здесь номера dmc взяла из ключа и на одном и на другом потому что так гораздо удобнее и в работе я использую китайский органайзер вот так вот он выглядит и иголки у меня здесь двадцать шестые тут кстати есть такие интересные бленды вот в этом вот листочке крайнем вот здесь вот вы можете видеть бленд из оранжевого и зеленого и здесь такой бленд не один их здесь три то есть вот вы видите переход слева направо это более яркий зеленый более яркий оранжевый и вот так вот в более светлые их вот три штуки переходят как минимум три и если мы смотрим на эти бленды то есть вот один из салатового и оранжевого вот второй и зеленого и оранжевого как они отличимы но чуть-чуть конечно отличимы но там меняется буквально одна какая-то цифра то есть вот девятьсот восемь девятьсот двадцать один пятьсот восемьдесят один девятьсот двадцать один пятьсот восемьдесят то есть вот так вот это все происходит но зато достигается эффект такого плавного перехода кстати можно посмотреть поближе крестики сами я на удивление своими крестиками здесь довольна потому что у меня как-то уже автоматически получается что я все крестики на этой работе я все фактически крестики на этой работе рельсую то есть я не вышиваю просто так каждый крестик здесь прорельсован я раньше думала что на это нужно очень много времени но сейчас поняла что нет не так уже много это входит в привычку зато потом мы имеем ровненькие крестики на деревянной заготовке они у меня априори априори ровными не ложатся то есть если я рисую кстати только верхний полукрест нижний нет верхний да не получается у меня вот по умолчанию ровные крестики на деревянной заготовке на пластике получаются на деревянный нет поэтому я уже знаю этот прикол и делаю все чтобы моя работа выглядела как можно лучше потому что сами понимаете если на конвейер на равномерке у нас еще есть шанс что мы работу постираем и она у нас крестики расправиться у кого-то они кстати после стирки наоборот как-то закручиваются перекручиваются у меня расправляются всегда то здесь такой возможности у нас не будет поэтому нужно как-то выкручиваться как видите я пошла получается по часовой стрелке да вот отверху я по-моему с этого элемента начинала и вот так вот по часовой стрелке это не просто так получилось я сделала это специально потому что я держу заготовку в руках я ее пробовала прикрепить на тиски топекс но за счет того что очень часто приходится закреплять нитку во первых расход нитки большой во вторых очень частая смена цветов и постоянно нужно закреплять я закрепляю все понятное дело на изнанке и постоянно нужен доступ к изнанке короче мне это показалось неудобным и я держу сейчас заготовку в руках для того чтобы просто не держаться за крестики я вышиваю вот здесь потом пойду вот так вот наверх и доползу рано или поздно до вот этого вот края за который я держусь собственно ну мне нравится мне очень нравится как получается мне очень нравится процесс конечно единственный момент который я не учила то что у меня сейчас уже двадцать восьмое октября я непонятно зачем решила быстренько закончить новогодние игрушки тантанины третяковой и у меня на это ушло две недели полноценных то есть я могла бы этот венок запросто вышить от начала до конца за две недели но почему-то мне казалось что у меня еще много много времени я все успею до вчера у нас был по моему последний теплый день на следующую неделю нас вообще уже обещают снег я понимаю что скорее всего красивых фотографий этого венка у меня уже не будет только в снегу но ну как случилось так случилось уже ничего не поделаешь но нужно в очередной раз сделать для себя выводы что если мы хотим делать какую-то сезонную вышивку то начинать это все нужно заранее пусть ты я чуть чуть раньше закончишь она у тебя полежит а чем ты ее не успеешь делать но уже так случилось как случилось так случилось не буду переживать буду просто вышивать эту работу и получать от нее удовольствие собственно чем я сейчас и займусь встретимся с вами через секундочку и посмотрим на мое продвижение всем привет я снова с вами в прошлый раз мы с вами виделись в понедельник сегодня у меня уже суббота но сегодня еще не вышивала так что готова показать вам что у меня появилась за пять дней знаете когда озвучиваешь вот этот вот срок понимаешь что не так уж там и много появилось но тадам вот так выглядит сейчас мой венок по моему когда я вам показывала еще не было даже бэкстича на нем никакого сейчас бэкстич немножко появился здесь исключительно бэкстич в две нити еще будет то есть это еще не окончательный вариант еще здесь везде будет бэкстич в одну нить тоже черный ниткой но уже конечно все смотрится гораздо более красочно чем без бэкстича мы видим у нас очертились ягодки сами подсолнухи желуди вот грецкие орехи но опять же это еще не все это далеко не окончательный вариант и внизу у меня еще вообще нет бэкстича то есть мы можем видеть как выглядят вот эти ягодки и желуди вот как они выглядят здесь да как они выглядят здесь появился у меня жук тоже пока такой непонятный вот это по моему будут какие-то орешки листочки и вот вот так вот это все у меня смотрится до до какого-то момента я делала бэкстич параллельно то есть я там часть крестика вышла сделала бэкстича чуть-чуть а еще часть крестика вышла еще чуть-чуть бэкстича в общем то так этот бэкстич весь у меня выполнился но сейчас почему-то меня перестала тянуть на бэкстич я наверное попробовала поняла что ничего там особо сложного нет и мне хочется вышивать крестики вышивать 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 как можно быстрее чтобы вы приблизительно понимали мои темпы за позавчера у меня по моему появилось вот эти три нижних листочка то есть вот грубо говоря вот это вот вся зона у меня появилась за прошлый поза прошлый день за вчера у меня появились вот эти вот тут зелень эти вот ягодки и два желуди вот это все мое продвижение за вчера вы понимаете такими темпами как вчера я так далеко не уеду но сегодня я думаю что я тоже буду заниматься крестиками как-то вот у меня сейчас вдохновение именно на крестики идет но пока идет наверно нужно пользоваться кстати чего я вам рассказываю там наверно будут орешки смотрите это было таки действительно орешки вот эти листочки вот этот жук мне предстоит еще давайте посмотрим что тут не зашитая мне предстоит еще один подсолнух хорошо что только один я думала больше тут будут еще листочки листочки ягоды но в принципе ничего такого сложного больше не будет кроме подсолнуха вот эти вот два подсолнуха мне меньше всего нравилось вышивать в принципе ягоды нормально вышиваются листочки вообще несложно вышиваются а подсолнухи так немножко но тоже не сильно сложно но сложнее чем ягоды и листья поэтому я рада что он один я почему-то думала что будет еще один подсолнух но нет я очень довольна как получается классно ярко но конечно большой большой размер это наверное самая большая деревяшечка на которой я когда-либо что что бы то ни было вышивала и я сейчас смотрю на другие мои наборы от фрузилка в частности на саночки у меня лежат там домики и я постоянно думаю так вот если бы я сейчас вышивала домик я бы за сегодня вышила пол домика а я вышила там только три листочка на этом венке поэтому я сейчас все перевожу в другие наборы потому что этот все таки крупные я бы наверное уже вышила бы вот этими крестиками которые вышиты здесь я бы уже весь все наборы фрузилок наверное которые у меня в запасах есть бы вышила но всему свое время пока у нас еще осень причем относительно теплая солнечная осень как вы можете видеть несмотря на то что сегодня сегодня у меня уже 2 ноября но у меня еще вся следующая неделя у нас еще слава богу вроде будет теплая теплая это чтобы вы понимали 16 вот я просто не устаю восхищаться нашей киевской погодой в этом году поэтому у меня еще будет шанс снять красивые фотографии с этим венком но конечно не с такими продвижениями как у меня были вчера нужно конечно поторапливаться поэтому сделаю все что в моих силах абсолютно не могу поверить своему счастью но я вышила все крестики на моем венке смотрите что у меня есть я вчера дошила уже поздно поздно вечером последние крестики вот здесь вот сверху на листочках и вот так вот у меня выглядит сейчас мой венок сегодня я весь день посвящу ему и бэкстичу на нем даже несмотря на то что я посвящу этому весь день я очень сильно сомневаюсь что я за сегодня этот бэкстич успею сделать очень сомневаюсь я даже на 90 процентов уверена что я это сделать не успею потому что его здесь ну очень очень много здесь очень много бэкстича в две нити здесь будет много бэкстича в одну нить но помните я вышивала вышивала бэкстич постепенно потом в какой-то момент мне захотелось догнать именно крестики и меня начали раздражать пустые незашитые участки и я решила что ладно я буду вышивать крестики и это было очень правильное решение знаете почему потому что я бэкстичем дошла уже вот сюда и вчера когда я показывала Таня Крымчук вот этот вот венок она говорит слушай а ты уже вышила крейник на жуке и у меня такая пауза мне такая стоп инструкция я открываю инструкцию и я понимаю что здесь написано вот пожалуйста после того как закончите вышивать крестики возьмите нитку металлик 052 и вышите полукрестики по коричневым цветам и 005 вышите полукрестики по серым цветам жука то есть жук у нас состоит из трех оттенков коричневого и по моему двух оттенков серого и вот по ним нужно было вышить полукрестики крейником вот он наш крейник вот сколько его у меня осталось он абсолютно меня не слушался мы с ним не очень подружились честно вам сказать но как-то что-то я таки вышила сейчас вам покажу можно видеть остаточки красоты и я надеюсь что сейчас будет блестеть жук я вам давайте его вот так покручу мне настолько сейчас светят солнце в глаза что я вообще я вижу что я показываю вам венок это все что я вижу поэтому я вам вот так вот его покажу здесь везде и на рогах и на самом тельце на лапках это все у нас переливается я думала в какую сторону мне делать полукрестик в итоге решила из левого верхнего в правый нижний как верхний стежок полукреста у меня лежит я обычно делаю полукрестик как нижний стежок креста как в наборах dimensions а тут решила почему то сделать вот так мне показалось что так ну более красиво будет вот как то так и я думаю что могу вам уже показать что у нас осталось по ниткам потому что по ниткам мне нужно будет всего два цвета для бэкстича это черный и 38 65 поэтому вот мои два органайзера можно посмотреть сколько чего осталось да тут у меня уголочек погнулся вот этот вот мне еще нужно будет для бэкстича но здесь на жуке три черточки светлых вот он там а так в принципе это уже окончательный вариант никакие из этих ниток мне уже не понадобятся для этого венка так что вот это остатки это один органайзер черного посмотрите сколько и второй органайзер всего как вы видите в избытке всего осталось кстати еще по поводу ниток я постоянно забываю вам сказать что согласно инструкции вот здесь все описано в подробностях согласно инструкции нам нужно вышивать закрепляя нить петелькой то есть соберем одну нитку из органайзера метровую здесь нитки порезанные по метру складываем ее пополам получается вот ровно такая длина как у нас сейчас есть вот эта нитка сложенная пополам и вышиваем ей и тогда производитель нам обещает что нитка будет меньше пачкаться потому что заготовки у нас не вскрытые лаком заготовки от фрузелка и в дырочках в отверстиях могут могут быть следы копоти это и когда лазер лазер прожигает эти дырочки я слышала о таких случаях но я скажу вам честно не кривя душой я вышивала в две нити у меня было все нормально то есть я брала две нити из органайзера складывал их вместе две метровых нитки вышивала и даже сравнивала на первый шивала какой-то участок потом заканчивая с ниткой брала новую соответственно чистой ниткой новой вышивала рядом крестики и они у меня не отличались но если у вас вдруг будет такая проблема если вы вдруг заметите что ваши нитки начинают немножко темнеть как то тускнеть прочитайте инструкцию в инструкции написано вышивать в складывая нитку пополам закрепляя петелькой поэтому если вдруг вы с такой проблемой столкнетесь просто берите одну нитку а не две это уже мое личное как бы отступление от правил исключительно под мою собственную ответственность я увидела что у меня все нормально я продолжила делать так но вам я советую не отклоняться от инструкции если так написано значит производитель знает что он делает значит не зря он там это написал постоянно забываем об этом сказать но это очень важный момент потому что всякие бывают ситуации мне очень нравится как получилось очень классный очень яркий венок осталось сделать последний рывок он мне очень нравится правда я получила от него огромное удовольствие но он большой учитывая что я фактически две недели вышивала только его вообще не сделав ни одного крестика ни одного шага в сторону понимаете ни одного крестика ни на какой другой работе я просто банально хочу уже повышать что-то другое при том что венок просто потрясающий я с огромным удовольствием и нетерпением жду когда смогу приступить к зимнему венку он у меня тоже был в планах на этот год но не исключено что он у меня из планов на этот год перейдет просто в планы на зиму я не исключаю вероятность что доберусь я до него где-нибудь в январе ну конечно будем с вами видеть но сейчас мне предстоит самое такое ответственное последний штрих и сейчас через несколько секунд вы увидите этот венок уже полностью готовы кстати еще нужно будет привязать вот эти вот листочки вниз не забыть это сделать ну что вы готовы вот так вот мой венок готов пока у нас вышло солнышко давайте я вам покажу как она все блестит солнце будет прятаться но я очень хочу уловить яркость этого венка потому что он реально очень яркий очень красивый конечно бэкстич стоил у меня здесь куска здоровья я его делала по моему дня два если мне не изменяет память если не три возможно кстати даже и три посмотрите как бэкстич на жуке у нас смотрится эти вот орешки эти орешки желуди рябины здесь очень много подсолнухи листочки вот этот вот мой листочек любимый который я вам показывала с многочисленными переходами цветов с блендами смотрите как красиво смотрится я сначала сделала просто бэкстич в одну нитку кстати я могу сейчас наверное показать фотографию очень надеюсь вот так вот вернее в две нитки вот так вот выглядел венок с бэкстич чем только в две нитки и вы видите что уже в принципе как бы все детали очерчены и я не понимала что туда можно еще добавить то есть ну вот что еще чего не хватает но конечно когда я сделала бэкстич в одну нитку появились у листочка вот эти вот все прожилочки соединились те линии которые были вот здесь например в подсолнухах в подсолнухах два сложения не соединились а вот эти вот видите все прожилки в листочках появились короче говоря конечно бэкстич здесь в две в одну нить очень это все дело украсил и листочки я их привязала давайте как-то так вам их покажу я их привязала как можете видеть на разной высоте вот эти вот крайние у меня одинаково привязаны и средний чуть чуть длиннее когда она висит мне кажется что так более красиво поэтому сделала вот так вот в принципе я не измеряла все измеряла на глаз длину измеряла на глаз какая мне понравилась так и собственно и сделала очень мне нравятся такие интересные детальки вот так вот он у меня выглядит сзади единственное что не повторяйте мои ошибки потому что я сначала привязала вот эти вот веревочки а потом решила клеить фетр и каково же было мое удивление когда я увидела фетри дырки а у меня здесь уже привязано ну понятно я поглязла в инструкцию там написано сначала приклеите потом привяжите но я не прочитала так что не повторяйте мои ошибки у меня здесь под каждой дырочкой хирургический надрез слава богу это не проблема но вы так не делайте читайте инструкцию пожалуйста и все будет хорошо вот такая вот красота у меня теперь есть смотрите о мне кажется о мне кажется сейчас хорошо видно как переливается жук красота я думала что я справлюсь с этим венком за неделю но не так случилось и с венком я справлялась целых 16 дней то есть грубо говоря если там где-то возможно я немножко ускорилась две недели две недели у меня ушло на этот венок работа здесь конечно много но работа очень интересная очень оригинальная я такого подобного на дереве точно еще нигде не видела поэтому я очень довольна что у меня теперь есть такая работа и сейчас придумаю куда ее применить обязательно на у меня будет украшать дом до наступления зимы ну и каждую последующую осень понятное дело и у нас с вами еще будет впереди зимний венок не менее интересный не менее насыщенный всякими пришивными элементами кстати там будут и бусины там будут такие бантики но это уже совсем другая история а моя история с венком на сегодня закончена я очень очень рада я получила огромное удовольствие от этого процесса все спасибо всем кто наблюдал спасибо всем огромное за внимание удачи вам и творческих успехов пока